Я приветствую вас, леди и джентльмены. И было у меня, значит, два довольно ходовых видео о неких спичечных коробках. Смысл был в том, что вы берёте вот такую вот приблудку, вставляете его напрямую в гитару, и у вас нормальный звук. И в наушники, и на колонки, и на даче, и на море. Счастье в уши никому не мешаете. Замечательная идея от Vox Amplug. Они настолько полюбились уже людям, что говорили, если нет денег на нормальный комбарь, вот возьми карманную силуок от Vox. Да, были, конечно, и аналоги. Это всякие китайцы, я помню, X-Wive. Звучали примерно как, даже не Металзен, а моя первая педалька Рамштайна в линию. Но были у них и существенные минусы. Во-первых, питались они от батареек. И не имели никакой зарядки от USB. Не имели никаких интерфейсов. Беспроводных подключений, подключений к ПК, ноутбуку, телефону. Если хочешь завести минус, значит берешь свой телефон, цепляешь его AUX в этот карманный силок, потом из него выводишься на колонки, весь в проводах в итоге сидишь, но компактных. И еще самое главное, это насилие. Насилие над копилками. Детей. Смысл был в том, что вы приобретаете один силок из модельного ряда. Это может быть клин, блес, где есть внутри три канала чистого звука. Три и три. Или же металл, лид, где опять же есть три и три грязных. В итоге, вы получаете или три чистых, или три грязных. А купить такую модель, чтобы был и чистый, и грязный, как хочется, такого нет. Бери два. Или же иди на какие-то там компромиссы. Исходя из всего этого, штучка была прикольная, очень много годов флэдировала, но теперь вышло новое поколение карманных усилков. Fender запустил в эту сферу свои микро руки и создал Fender Mustang Micro, основанный на Mustang GTX. Это не мало, не слабо, комбик, а за 37, аж по-моему и выше тысячи рублей. В чем прикол? Это еще более компактная штучка, которая имеет в себе аж 12 усилков, причем с возможностью расширения, как я понимаю, от самого чистого до самого ласки грязного. Имеет аж 13 эффектов, варианты звучания этих усилков эффектов. Имеет Bluetooth, имеет Type-C, то есть имеет встроенный аккумулятор, подключается к компьютеру или телефонной зарядке, в общем-то. Подключается к компьютеру как аудиоинтерфейс, то есть это еще и мобильная звуковая карта, чтобы можно было записываться всем этим. Плюс имеет вариант звучания как преамп, чтобы можно было потом при подключении наложить импульсы, то есть похимичить. Мега офигенная идея приблуда, и как заверяет Fender, это их самая успешная вообще штука по продажам в усилении. То есть это просто как она вышла, их все раскупили, суперхит. И как заверяет меня, это единственный сейчас экземпляр в России. Но я думаю, не консоли, собственно, перекупы пока что о них не знаю, так что завезут еще. Однако, все ли так идеально? Давайте посмотрим. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весит это устройство у нас 49 грамм. Довольно компактно, очень компактно, при том, что тут все-таки еще надо было уместить, собственно, аккумулятор. Что у нас здесь есть? Джек, сгибаемый на 270 градусов, по-моему, буквой G, который позволяет вставлять это устройство в абсолютно любые отверстия, в том числе в абсолютно любые форм-факторы гитары. У нас есть большая регулировка громкости, что удобно с рессором, на которой он, собственно, и базируется при складывании. С одной стороны, у нас есть 4 регулятора, плюс-минус, никаких колесиков. С другой стороны, есть включение, и, собственно, удержанием включается, активируется блюпуп. Что еще? Есть резиновые сани, они же ножки, чтобы, так сказать, деликатно и бесшумно прилегать к вашему любимому инструменту. И внизу, слава богу, мы перешли на Type-C. Не бойтесь, если у вас нет кабеля Type-C, сказал уже, он есть в комплекте. Маленький джек, в общем-то. Все, больше тут говорить не о чем. Максимально компактно, никаких дисплеев, но они придумали, как заменить дисплей и с очень интересной реализацией. Теперь перейдем, собственно, к самому функционалу, что здесь у нас внутри спрятано. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Перейдем к начинке. Поставляется усилок вот в такой вот коробочке, где расписаны все преимущества, но меня позабавила, осчастливила внутри вот такая вот визитка. На ней расписано все, что есть внутри с цветовой индикацией. То есть у меня в первой колонке Amps, то есть усилки и подряд указанки. Вот первый у нас идет Twin, плюс компрессор, потом 65 Deluxe, потом Twin 57, потом 60 British, потом у нас идет American, Bass Breaker, FB100, Metal 2000. Ну это аналоги от Феннера, видение Феннера особенное, как всегда, таких усилков, как EVH, Mesa, то есть метальных, Uber и в конце Studio Preamp. Второй столбик у меня эффекты, также с цветовой индикацией. В общем-то, и здесь сбоку модификация, рассказано, как они видоизменяются. То есть взял, положил эту визитку перед собой и понимаешь, что происходит. Великолепная вещь. Я бы даже клал их несколько в комплекте на всякий случай. Что ж, что тут можно сказать? Идея управления очень оригинальная. Мы включаем девайс, что важно, когда вы не играете и не нажимаете на кнопки, все здесь затухает, все индикации для экономии энергии. То есть, молодцы, ребята, подумали. Нажимаем кнопочку, активируются лампочки. Как происходит управление? Первая клавиша плюс-минус отвечает за выбор усилителя. И здесь у нас каждый усилок имеет свою цветовую индикацию. То есть, здесь вся палитра цветов от белого до голубого, зеленого, фиолетового, желтого. Это прикольно. То есть, мы сэкономили не только на производстве, но и на кошельке конечного покупателя. Не делая дисплей, тем не менее, все относительно понятно и видно, что переключение произошло. Далее, выбрав какой-то из усилителей, вы можете выбрать один из пяти вариантов его звучания. У каждого тоже своя лампочка. То есть, начинается у нас с самого синего и кончается самым красным, ядреным. По сути, вы всегда будете, скорее всего, включать, по-моему, всегда красный. Изначально выбирать самый ядреный. Ну, если вы не такой, как все, то для вас есть еще четыре варианта звучания. Дальше у нас идет регулятор эффектов. Опять же, берем визитку, читаем. Самый первый у нас беленький, это холл ревер. Потом у нас идет спринг ревер. Потом у нас идет модуляция с ревером зелененькой и так далее. Есть хорус, хорус плюс ревер, флэнджер плюс ревер. Есть сочетание двух эффектов, сочетание трех эффектов. Хорус плюс дилей плюс ревер. То есть, самые ходовые все. И у каждого из них есть тоже пять вариантов звучания. Причем, если мы включили именно ревер, то мы регулируем его от полного его отсутствия до, скажем, пещеры Бэтмена или бывшей. Если мы включаем флэнджер, то мы уже регулируем интенсивность, то есть, скорость модуляции или хорус тот же самый. Это прикольно реализовано. Что я хочу отметить еще интересного здесь. То, что они закольцованы. То есть, ты не упираешься в предел. Это ускоряет выбор нужного эффекта. И то, что при выборе, скажем, режимов звучания у усилителей ген не меняется. Меняется именно эквализация. Да, она не просто делает звук глушей. Это не только тон. Но там есть просто именно разные пресеты той самой эквализации. И с точки зрения концепции девайса, это клево. То есть, у тебя есть девайс. Ты воткнулся его. Ты хочешь позаниматься. Ты ищешь. Ага, мне нужен немножко подгруженный звук. Вот чистый. Два раза нажал. А вот он немножечко грязный. Мне нужен обычный ревер. Так, вот он беленький. Ну и, собственно, первый режим уже звучит. Все, ты занимаешься. Ты не будешь копаться, как в обычном процессоре, больше, чем заниматься. То есть, максимально упрощенно. При этом, перемножайте, получается. 12 на 5 плюс эффекты 13 на 5. Довольно много вариантов все-таки звучания. Но о ней вот выбираешь и все. И звучит. В чем бы минусы, что бы я хотел еще добавить? Конечно же. Хотелось бы тап темпа. Чтобы можно было на эту клавишу, скажем, громкости при нажатии задать темп. Прям под минус. Это было бы клево. Плюс я бы еще от себя добавил то, что можно запоминать пресеты. Да, их не так долго натыкать, но было бы клево, что если ты натыкал конкретный пресет из четырех разных там лампочек. Зажал, опять же, эту клавишу. Ну, подержал ее, скажем, 3 секунды. И он запомнился как пресет. А если бы еще как-то с переключением, типа, до 5 пресетов. Я уже многое хочу. Но было бы прям вообще пушка. То есть, тогда просто вставился. И вот он, твое звучание. Ну и так, можно натыкать. Ладно, придираюсь. То есть, мне понравилась идея. Я не заблудился. И да, конечно же, вы не запомните все вот эти вот цветовые индикации. Но, скорее всего, вам, как нормальному человеку, нужно два звука. Один чистый, один грязный. То есть, один чистый, который вам понравится, один грязный. То есть, вы запомните несколько лампочек, которые вам нужны, несколько цветов. И будете их натыкивать себе. Что касается эффектов, тоже понравилось то, что они не как базовые эффекты в пресетах на процессоре. То есть, здесь нет какого-то дикого космоса, каких-то просто там кольцевых модуляций суперсложных. Нет. Здесь именно самые ходовые сочетания эффектов. И они достаточно звучат. Ну, давайте послушаем, а потом поговорим уже о звуке. КОНЕЦ 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 Перед тем, как я поясню тебе за звук и выскажу свое, безусловно, субъективное личное мнение обо всем этом, хочу напомнить, пока сам не забыл, что у меня на втором канале, да, у меня такое есть, вышло новое видео. Поэтому, если ты унылое говно или собираешься им стать, то это видео для тебя. Если нет, то это, ну, опять же, сугубо мой субъективный опыт. Но, во всяком случае, судя по вашим просмотрам на этом маленьком канале, судя по вашим оценкам, видос получается годный, мол, я не зря пыжусь. Поэтому, ссылка будет в описании, ссылка будет в закрепленном комменте, переходи, смотри, подписывайся, ну и решай, годные или негодные. Что ж, теперь по девайсу. Во-первых, хочу подметить, что я показываю вам не только удачные, но и неудачные усилки. То есть, я бы даже сказал, в контексте 50 на 50. Не только, чтобы потом не было таких людей, которые сказали, а, это тот самый парень, что меня обманул, я потом купил эту штуку, буду ненавидеть его до конца дней, внукам с вами расскажу. Но, и потому, что мне, например, скажем так, нравится кофе, но кому-то нравится уринотерапия. И я не могу отвечать за всех, что кому-то понравится из вас. Поэтому, идем в таком порядке. Могу сказать, что если мы будем оценивать данный девайс с точки зрения топовых решений в эмуляции усиления и кабинетов, то, скорее всего, нет. Если же мы будем оценивать на фоне других карманных усилков, то однозначно да. Да, тут прямо-таки на голову выше. И по вариантам звучания, и по, наверное, по динамике, в том числе, даже и по количеству эффектов. И по качеству эффектов. Что в итоге? Данный девайс имеет внутри буквально три, ну, или если у вас телекастра, то четыре чистых усилка внутри. Три прямо-таки метальных, то есть жирацкий, песок из ведра в том числе, да, сыпется на тебя. И все остальное где-то посередине. И этого достаточно, чтобы удовлетворить, скорее всего, самого частого покупателя данного девайса. Потому что покупать их будут, в первую очередь, новички, что хотят заниматься, учиться играть на гитаре дома, в тишине, никому не мешая. Или же те, кто уже давно играет на гитаре, и им, по сути, уже до звезды им надоело копаться в звуке. Они хотят включить и заниматься. Вот он хайгейн, все, я играю на хайгейне. Вот он чистый, все, я играю на чистом. Вот мне нужен такой, я сделал себе такой. То есть они так не парятся. При этом, я понимаю, что есть и категория людей, где-то в середине, в начале, наверное, даже середины пути, которые сильно гонятся по всем этим нюансам, да, их это все, ну, кайфует. И они, конечно же, безусловно, выберут не данный девайс, а, то есть никогда не купят данный девайс, а будут играть на плагинах, которые они тоже, кстати, никогда не купят. Тут неоспоримо. Но на свою потенциальную аудиторию он, можно сказать, угадал. Да, здесь есть свое понимание фэндром хайгейновых силков. Я бы даже сказал непонимание. Ну, они у них были всегда такие. И на Чемпионе, и на Мустанге. При этом Мустанг стал буквально хитом в домашних цифровых комбарях. Все говорили, вот это мясо. Я никогда особо не понимал подобное звучание. Мне кажется оно отдаленным. Но я хочу отметить то, что гены действительно завались. И действительно мне приходилось во время записи поднимать пальцы, чтобы не было, не дай бог, задевания, обмоток. Сразу все просто будет вот так вот, да. Что есть компрессия в том числе. То есть усилок на гене реально учит тебя играть на гене. То есть тебе приходится аккуратно глушить не только бьющей рукой, но и левой зажимающей рукой. То есть приходится учиться работать на гене. При этом есть чистые, с компрессором, без этого. То есть можно все подряд опять же попробовать. То есть с этой точки зрения мне девайс понятен. Со всеми его плюсами и собственно минусами. В том числе, ну опять же субъективными. Ну в частности вывозит эффекты. Скажем так. Эффект у Fender всегда были клевые. Даже на бюджетных узелках. Даже на самом деле он чемпион в 20-м. Они густые, широкие. У меня сзади он чемпион стоит из-за эффектов буквально и чистого звука. То есть тут претензий нет. Здесь Fender молодцы вообще всегда. Из-за эффекта 5 звезд. За усилки 4 звезды по оценкам моим комплексным, субъективным и вот общее целое понимание устройства. Потому что явно это зачет и явно это будет продаваться. Ну собственно это уже продается. Как показали продажи Fender. То есть по миру. У нас тут посмотрим. Что ж, теперь осталось высказать за именно пользование. То есть батарейка, как все это подключается, насколько это все удобно и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА